добрый день на канале томаты больше чем любовь Светлана Чернова и я продолжаю обзор сердцевидных томатов ну и потихонечку обзор тех томатов которые начинают краснеть первым естественно я уже каком-то обзоре говорил что начинает созревать сорт розовый мед мы уже пару томатов съели внучки уже за ними так наблюдают пока они еще целы надо снять и уже дать на съедение моим внукам вот тут вот три красных томатика вот он самый большой я все показывала вот вот этот большой томат никак не дает вот этим расти они потихонечку растут конечно эти по-моему тоже завязались вот я только сниму вот этот большой томат и они пойдут в рост вот тут это такая вот кисть так на семена это томат я не оставлю все же первый томат сидим целый салатик наверное будет на я не знаю у меня весов нет таких вот чтобы мелкие взвешивать ну не знаю грамм наверно может быть 300 такой увесистый томат и вот очень много таких томатов все сердцевидные все правильные формы это вот ну на семена уже можно со второй кисти оставлять с первой кисти уж как говорится немножко может быть и сложноват что интересно вон там вот розовый мед тоже вот здесь у меня в трех местах он растет красный томаты есть там уже съели томатов было вот там тоже созревает ну из таких вот начинающих созревать сорт инжир красный он средне ранний сорт с потрясающе вкусной ароматной мякотью говорит ну я пока первый раз его сажаю судить мне тяжело вот покажу но по моим пока вот то что написано это не могу сказать как вот вот собирается уже созревать первые кисть завязалась не айс вот один большой томатик и два-три завязался вот один мелкий вот это на одну кусте вот второй то же самое вот она кисть три так средних томаты растут но пока вот на средне ранний он конечно не тянет я так думаю по моему разумению вот инжир красный где-то у меня в грунте инжир желтый растет не могу сказать я всегда говорю по первому году служить судить тяжело иногда в одной теплице одно показывает во второй по другому вот у меня розовый мед есть во второй теплице вот как-то я его покажу но он не тянет на вот в этой теплице пока или может быть вот на недельку другую мы не другую конечно может 7 дней точно я сейчас не помню но там чуть попозже посадили но вот тут вот красный мед он завязывает вот он один стоит он и вот два ствола он растет он уже вот завязывает завязывает тоже на верхнем ярусе уже томаты вот красный будем снимать эти пойдут в рост нижние листья сняли вот тоже пойдут в рост вот смотрю я значит по своей вершинной гнили все вот на одном кусте у меня есть на легенды тарасенко смотрю один огромном говорит от лишней влаги второй говорит от нехватка влаги что лишний кальций нехватка кальция не я уже растерялась думаю что же все же делать у меня правило до цветения поливаем хорошо потому что хорошо должен до куст развиться листовой аппарат хорошо должен развиться вот сейчас вот например вот здесь начинают краснеть все уже если массово покраснение тут массово пока нет пару плодов сняли будут плоды расти а когда уже очень много красных помидоров там уже практически не надо поливать когда уже формирование то есть покраснение созревание начинается уже надо мало поливать сейчас вот жара такая немножечко и олеечкой прошлась и вот тут уже болотцу успела я сделать пока вот у меня съемочная группа вышла у меня уже болотца вот тут то есть коридорчик этот я ведь заливаю еще у меня один сердцевидный томат сердцеед но уж больно на рисунке он понравился это среднего срока созревания для закрытого и открытого грунта но вот по росту он показывает 120 180 но он сказано один два ствола 300 500 граммов при правильном уходе но я не знаю насколько правильно ухожу может и но мой неправильный уход наверное на гладкость плода не должна действовать но сейчас покажем как-нибудь по болотцу надо будет пройти потом я продолжу это дело у меня вот тут шланг лежит пройдем ничего страшного но зато тут стало свежее даже я один кусток успела свалить даже сломал сюда палка так вот он сердцеед он завязал конечно массу плодов кисти такие вот много плодов вот шесть семь плодов но тут он не скажет что он кистевой томат вот у меня перепутать я его не могла ну ни одного гладкого плода нет все они гофрированные все они ребристые каждый куст я по два ствола вот два ствола и два ствола ну цветочных кистей моря я теперь растерянности что за томат даже у меня такой смущен что он больше похож даже на инжир но вот ну никак не сердцеед вот никак не сердцеед я уж его у меня тут и номера все номера перепутать я никак не могла потому что уже так четко я смотрел высоко урожайный оригинальная форма плода великолепно вкусовых качеств мясистый пока будем как созревать наблюдать будем но на сердце еду он не похож кто высаживал кого что получилось томат сердцеед семена 21 века но я фирму конечно не могу ругать а или то у меня проколы конечно бывает ну ладно помидор же банан не получается помидор сердцеед он не сердцеед он томат вот кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии сердцеед не сердцеед будем с помидорами пока пока